Увеличение климатического лета, увеличение каких-то экстремальных явлений погоды, которые связаны с высокой температурой воздуха, это всё будет. Естественно, климатические условия будут влиять на количество продовольствия. Белорусское полесье не высохнет? Для территории Беларуси наиболее критичен Юго-Восток. Без уменьшения воздействия на окружающую среду, конечно же, планете нашей будет очень сложно восстановиться. Проблема изменения климата и, наоборот, катастрофичность последствий заключается в том, что эти изменения не всегда очевидны, а воздействие достаточно велико. В течение ближайших лет мы всё-таки можем ожидать в летний период и увеличение повторяемости тех же волн тепла, и то, что у нас будут отмечаться высокие температуры выше 30, и, конечно же, засушливые условия могут быть вполне. Зимняя одежда отказываться не стоит, но климат будет другим. Климат меняется. Об этом много говорят, много пишут. Много судачат. Насколько велико влияние изменений климата, действительное влияние фактическое на нас, на всех, на нашу жизнь? Да, действительно, климат меняется. Климат меняется по всему земному шару. Так, к примеру, у нас средняя температура прошедшего 2021 года, по заявлению Всемирно-Метеорологической организации, была выше на 1,1 градуса, чем доиндустриальный уровень. Доиндустриальный уровень – это период с 1850 по 1900 год. И важно отметить, что мы отмечаем уже большое количество последовательных лет со средней температурой выше доиндустриального уровня. В целом, конечно, может показаться, что 1 градус – это немного, да, если там средняя температура… Но на самом деле, согласно данным ведущих, там, мировых климатологов, и также эти данные подтвердает Всемирно-Метеорологическая организация, что рост температуры глобальной по земному шару до уровня 1,5 градуса, то есть если глобальная предземная температура будет выше до индустриальной… Да, более чем на 1,5 градуса, то, конечно же, уже воздействия на природные экосистемы, на окружающую среду будут существенные. Ну, пока что, как мы, например, ощущаем, да, эти изменения? Да, действительно, зимы стали мягче. Конечно же, на территории Беларуси проявляются оригинальные тенденции изменения климата, и у нас в среднем рост отмечается температура воздуха, так, за период с конца 70-х годов, 76-го года, по текущее время, в среднем за 10 лет температура воздуха у нас в стране растет в среднегодовая 0,63 градуса. Это довольно-таки существенная, на самом деле, цифра. На фоне этого мы, естественно, отмечаем, как вы говорите, сокращение климатической зимы, то есть периоды температуры воздуха ниже нуля, нуля ниже, где-то примерно на одну неделю, увеличение продолжительности лета тоже где-то в среднем на одну неделю. И на фоне этого мы отмечаем увеличение таких явлений, как волны тепла, повторяемость их возрастает и продолжительность. К примеру, летом, например, прошлого года, 21-го, думаю, вы видели, как у нас отмечалось две волны тепла интенсивные в июне и в июле, и температура воздуха превышала 30 градусов. Также мы отмечаем, в принципе, рост количества жарких дней, это температура дни с максимальной температурой воздуха плюс 25 и выше. То есть на самом деле проявление изменения климата есть и на территории Республики Беларусь, и в целом по земному шару. Но эта тенденция, она вот, ну, относительно, в первую очередь, в Беларуси, ну, и в целом, по земному шару, сегальца, она устойчивая. То есть мы и дальше будем, зимы у нас и дальше будут еще теплее, и летом станет еще жарче. Согласно данным климатических моделей, потому что, понятно, составляются не только синоптические прогнозы, есть и понятие климатического прогноза. Действительно, в ближайшие десятилетия будет отмечаться рост температуры воздуха и, как следствие, увеличение повторяемости, либо сокращение, например, климатической зимы. И на фоне этого, конечно же, увеличение климатического лета, увеличение каких-то экстремальных явлений погоды, которые связаны с высокой температурой воздуха. Есть масса теорий, которые объясняют, например, конфликты среди людей климатическими изменениями. Например, по одному из исследований, повышение температуры, уже не помню, насколько точно градусов, в определенной, допустим, географической зоне, повышают риск возникновения гражданской войны, там, сразу, там, вообще не на 10%. Как вы смотрите, как вы относитесь, во-первых, к таким исследованиям, к таким теориям, насколько они правдоподобны? Ну, действительно, есть в такой науке, как конфликтология, тема. Можно сказать, что, к примеру, продолжительные засухи, либо интенсивные осадки, да, то есть изменения не только средней температуры, но в целом каких-то отдельных климатических параметров, приводят к значительной проблеме перемещения населения, да. В частности, допустим, Всемирная метеорологическая организация говорит не о миграции, а именно о перемещении в результате каких-то стихийных климатических бедствий. Естественно, если население, большая группа населения перемещается с одного места в другое, особенно это часто, например, отмечается в Восточной Африке, то возникают вопросы и продовольственной безопасности, да, вопрос, конечно же, экономический, это возникает, потому что людям нужно на что-то жить, находить средства какие-то, и это обмечается с собой. Ну, вот, например, ну, из последних, скажем, историй, гражданская война в Сирии. Многие объясняют, ну, одно из объяснений и одна из причин возникновения этой гражданской войны, это трехлетняя, по-моему, засуха, там, в районе 2010 года, когда очень большое количество людей переместилось в города и, собственно, начались конфликты. Есть и теории, говорящие о том, что, в общем-то, и на историю мирового очень сильно повлияли изменения климата. Например, похолодание в свое время в лесах Евразии вызвало то самое переселение народов, а в конечном итоге что? Падение Римской империи и в Средневековье в Европе и так далее, и так далее. Дальше мы уже знаем, как все развивалось. Опять же, хорошая погода долгое время в степях Монголии позволяла иметь кормовую базу для монгольской конницы, что, собственно, послужило основой того, что создание огромного государства и все эти завоевания Чингисханов, Батыев, Тамерланов были бы невозможны. И, в принципе, не будь у них вот этого базиса. Естественно, климатические условия будут влиять и на количество продовольствия, и на количество населения, которое проживает в том либо ином регионе. Естественно, если отмечаются длительные затяжные зимы, то условия для существования человечества, в принципе, минимальнее населения в данном регионе. Согласно историческим данным, да, действительно, конечно же, цивилизация, в первую очередь, возникала в теплых регионах, да, где достаточно количества осадков, где хорошие условия для земледелия. Но это, в принципе, это естественный путь развития. Беларусь в рамках той тенденции, о которой вы говорили в самом начале, что, в принципе, на планете становится теплее. В какой мы находимся, в зоне риска, либо в зоне спокойствия, ну, ввиду нашего географического положения, стоит ли нам опасаться каких-то потрясений климатических, в первую очередь, ну, а которые потом, как уже выясняется, все-таки так или иначе влияют и на все аспекты жизни? Как мы знаем, изменение климата проявляется в нескольких аспектах. Есть, например, понятие индикаторов изменения климата. Это, конечно же, в первую очередь, изменение глобальной приземной температуры воздуха, которая, естественно, ощущается региональное проявление на территории Республики Беларусь. Также в эти индикаторы входит рост уровня моря, да, но с уровня моря растет в среднем со скоростью 3,3 мм в год. Это сокращение ледников, в первую очередь, конечно же, оптических ледников, рост уровня кислотности океана у нас возрастает и так далее. Ну, как мы видим, конечно же, не все эти параметры будут касаться непосредственно нашей территории, но они касаются глобальной климатической системы. Это касается напрямую, но посредственно. Косредственно, конечно, да, изменение любого параметра индикатора изменения климата в целом, конечно, будет сказываться на изменении, на том, как мы будем чувствовать изменение климата в территории нашей страны. Если говорить о том, насколько изменение климата критично, например, для нашей страны, конечно же, оно будет проявляться, да, но в отличие, например, от каких-то малых островных государств, которые от повышения уровня моря страдают непосредственно, и там есть прямые риски затопления, да, и исчезновения этих государств, например, в океане, у нас все-таки воздействие изменения климата имеет более, можно сказать, не отдаленный временной характер, а все-таки не такое прямое воздействие, да, мы отмечаем. Мы просто должны понимать, что действительно климат меняется. Климат меняется очень большими темпами, потому что, если смотреть исторические значения температуры воздуха, конечно, такого никогда не было. И, естественно, и на территорию Республики Беларусь он влияет, в частности, я хочу привести пример, например, волн тепла. Согласно данным той же Всемирной Метеорологической Организации, которая, в принципе, является лидирующей в области метеорологии, каких-то климатических исследований по всему земному шару, у нас именно в результате волн тепла отмечается высокая смерть в Европе. То есть по смертности именно это явление, экстремально высокая температура воздуха и волна тепла, в частности, лидирует по количеству смертей. Например, в 2010 году на территории Российской Федерации, на территории нашей страны, в принципе, все в Восточной Европе отмечалась интенсивная волна тепла. И, например, на территории России в результате погибло 55 тысяч человек. Вот есть такая официальная цифра. То есть, конечно же, изменение климата может влиять опосредованно. То есть это как получается? То есть становится жарче, и люди с какими-то там заболеваниями... Риски сердечно-сосудистых заболеваний возрастают, да? То же сердце, просто больше рисков у них появляется, и тяжелее все это переносится. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот пожары, о которых, в общем-то, лет 20 назад, вот в Сибири, например, да, не было такого? Это тоже последствия вот этих изменений? Появились исследования, согласно которым действительно можно прийти к выводу, что риск возникновения пожаров, особенно в Сибири, в таких отдаленных регионах, повышается в связи с изменением климата. То есть, возможно, конечно же, пожары не возникали и раньше, это естественный процесс, но именно более частая повторяемость, возможно, более высокая татинность именно связана с изменением климата. Белорусское полесье не высохнет? У нас на территории Беларуси, если мы говорим об осадках, например, об изменении осадков, нет существенного изменения во многолетнем, если мы говорим о многолетнем периоде, не отмечаются существенные изменения количества осадков. Но у нас отмечается внутригодовое изменение количества осадков, в частности, в холодный период года у нас сумма осадков несколько увеличивается, а в теплый период года, например, в июне и в сентябре у нас количество осадков уменьшается. Естественно, если, например, в июне у нас отмечается рост температуры воздуха и уменьшение количества осадков, то повторяемое из-за сушливых условий, в принципе, возрастает. И для территории Беларуси наиболее критичен юго-восток. В принципе, там, если смотреть за последние 10 лет, то условия увлажнения существенно ухудшились. То есть стало более сухо? Да. Ну, как раз... А, ну юго-восток это уже не Полесье. Ну, в тот регион, то есть, в первую очередь, все-таки хочется выделить. Именно этот регион. Ну, и мы же начали выращивать, в общем-то, нетрадиционную для нас сельскохозяйственную культуру. Уже начинаем, да? Там, бакчевые как-то начинают у нас выращивать арбузы те же. Ну, и здесь, конечно же, у нас улучшаются условия теплообеспеченности в теплый период кода, естественно, для выращивания сельскохозяйственных культур. Но важно сказать о том, что у нас в стране разработаны стратегии, например, по адаптации сельского хозяйства, по изменениям климата, по адаптации лесного хозяйства. То есть, конечно же, какие-то шаги для того, чтобы смягчить последствия изменений климата для наиболее похода зависимых отраслей экономики, климата зависимых, конечно же, в первую очередь у нас делаются. Вот это изменение климата, которое мы сейчас наблюдаем и в котором мы живем, это все-таки влияние человека, ну или, выражаясь, наверное, вашим языком, антропогенный фактор? Или же это природа и планета живет по своим законам и где-то это, возможно, даже и повторяется? Просто нам кажется, мы так себе придумали, что это вот от нашей деятельности так резко стало теплеть, а хотя, может быть, это вообще не так? На самом деле, естественно, есть понятие антропогенное изменение климата, то есть вызванное антропогенное изменение климата, которое вызвано антропогенным воздействием. И изменение климата вызвано естественными факторами. Естественные факторы были всегда, да, и они всегда, в принципе, и будут. Но есть такая межправительственная группа экспертов по изменению климата, и они выпускают цикл оценочных докладов. Уже сейчас у нас выпускается в мире шестой цикл оценочных докладов, который первый доклад о физической научной основе изменения климата был выпущен в августе 2021 года. И вот согласно этому докладу, там есть прекрасный график, который, к сожалению, я не могу показать, но расскажу. И там, на этом графике, в принципе, изображено, как бы у нас изменялась глобальная предельная температура воздуха, начиная с 1850-го, по текущее время под воздействием естественных факторов. Практически, конечно же, существенных изменений не было бы. Просто от года к году у нас бы температура воздуха изменилась в ту или иную сторону. И как она изменяется? С учетом антропогенных факторов. То есть влияние человека? Да, влияние именно человека. И, естественно, рост температуры воздуха соответствует текущему изменению температуры воздуха, то есть под воздействием антропогенных факторов. И сейчас, когда мы говорим об изменении климата, естественно, мы говорим о том, что климат обвиняется под воздействием и естественных, и антропогенных факторов. Но антропогенная составляющая превалирует. Безусловно. И если говорить в целом о парниковом эффекте, можно, в принципе, сравнить с тем же парником, который мы строим, например, для выращивания сельскохозяйственных культур. Так как, например, плёнка, либо покрытие этого парника, она пропускает излучение солнца, которое приходит к нам. Это излучение поглощается земной поверхностью, к нам приходит коротковолновое излучение, но это уже физик, но на более коротких длинных волн. А уходит излучение на более длинных, то есть более длинные волны, инфракрасные излучения. И эта плёнка парника, она будет задерживать это излучение, которое уходит от земной поверхности. В результате этого, в принципе, у нас-то и теплее в теплице, и мы можем выращивать. Как это работает, эффект очень-то понятен. Да. Ну так вот, я хочу добавить, что такой же парник создаётся и, в принципе, на Земле. То есть человечество, выбрасывая парниковые газы, да, это и СО2, и метан, и так далее, создаёт условия, согласно которым излучение Земли, то есть Земля у нас нагревается, и какая-то часть излучения должна уйти. Это излучение не уходит в должной мере, и у нас нарушается радиационный баланс. И, в принципе, планета накрывается. Я объясню, почему я с таким, в общем-то, скепсисом отношусь, вот, к той теории, когда говорят, что это человек всё сделал. Вот то самое понятие парникового эффекта, оно ведь появилось не так давно. Ну? Да, и кто ввёл его в обиход? Ну, историю, ну, кто-то знает, кто-то нет. Вот, во времена Маргарет Тэтчер, Железной леди Великобритании, она очень жёстко боролась с британскими горняками, которые, вот, совсем не хотели делать то, что им говорят, и она хотела развивать атомную энергетику. И, а как-то объяснять надо было, в общем-то, а почему. И решили, что, вот, смотрите, от вашего угля какие выбросы, и это вы виноваты в парниковом эффекте. Более того, и финансирование исследований на эту тему стали просто расти в геометрической прогрессии. И только после этого в мире, собственно, сформировалось понятие парникового эффекта. И всем, как бы, внесли в голову, что вот, действительно, мы сделали этот парниковый эффект. До этого об этом даже никто не говорил. Хотя индустрия уже развивалась, в общем-то, достаточно бурно. Я бы так не сказала. Всё-таки именно об изменении климата, да, раньше это больше называли парниковым эффектом, сейчас мы всё-таки больше говорим об изменении климата, собственно. Начали перво говорить климатологи. Политики, их функция доносить до общественности какие-то важные вещи. Ну, тут, конечно, вопрос такой, да, либо это политики увидели, ага, это можно использовать, да? Изменение климата, оно всё-таки есть. Можно в это верить, можно не верить. Нет, но мы это чувствуем. У нас есть факт, да. То есть мы наблюдаем за изменением климатических параметров во времени, мы понимаем, что действительно климат меняется. И уже мировое сообщество, да, мы же говорим уже более, чем последние 30 лет, в принципе, говорят о том, что именно в этом виноват человек. Потому что действительно никогда не было таких быстрых темпов, никогда не было такого, по крайней мере, за последние, там, 280 тысяч лет, так точно не было такого высокого содержания парниковых газов в атмосфере. Планета Земля может как-то сама отрегулировать нашу, ну, в данном случае, не очень умную деятельность человека? Я думаю, что климатическая система уже выведена из равновесия. И на то, чтобы она восстановилась, конечно, нужно очень большой период времени. И это явно, конечно же, не десятилетие, а всё-таки требуется гораздо большего времени. И без помощи человека, без уменьшения воздействия на окружающую среду, конечно же, планете нашей будет очень сложно восстановиться. Вот эти все страшилки по типу всемирного потопа, очередного повторения, насколько это вообще реально? Ну, насчёт потопов, конечно же, не стоит ожидать такой катастрофы. Наоборот, мне кажется, проблема изменения климата и, наоборот, катастрофичность последствий заключается в том, что эти изменения не всегда очевидны, а воздействие достаточно велико. Вот, как я повторялась, той же волной тепла. Мы не совсем понимаем, да, жарко там, плохо, дискомфортно, но мы не понимаем, насколько такие температуры воздействуют на группы риска, да, сколько людей пострадало от этого. То есть, всё-таки, конечно же, не стоит ожидать, да, что нас затопит, грубо говоря, но надо понимать, что действительно климат меняется. Ну, колледж, он меняется глобально, но не могу не спросить, мы на пороге лета. Будет оно засушливым, будет оно дождливым, будет тёплым, холодным. Опираясь на тенденции изменения климата, но это не прогноз сезона, ни в коем случае. Прогнозы составляют синоптики. Можно сказать, что действительно лето у нас от года к году становится теплее. И действительно, вот, например, в июне у нас количество осадков уменьшается. Но в целом за лето не уменьшается, но вот в июне у нас такая тенденция. В течение ближайших лет мы всё-таки можем ожидать летний период и увеличения повторяемости тех же волн тепла, и то, что у нас будут отмечаться высокие температуры выше 30, и, конечно же, засушливые условия могут быть вполне. Через 20-30, ну, 50 лет, хотя это уже не при нашей жизни, скорее всего, может быть, мы откажемся от зимы одежды? Нет, конечно, нет. То есть, когда мы говорим о том, что температура воздуха в зимний период, например, повышается и продолжительность зимы сокращается, конечно же, нельзя говорить о том, что зимы не будет. Она, естественно, будет, но будет короче. Насколько? Уже сложно сказать. И зависит, конечно же, от прогноза, от того, какие факторы вкладываются в прогноз, по какому сценарию будет рассчитываться прогноз, например, по сценарию с низким уровнем выбросов, либо по сценарию с высоким уровнем выбросов. Но, конечно, важно понимать, что зима станет просто короче и теплее. Ну, точнее, даже не просто, последствия будут значительные, но надо понимать, что от зимней одежды отказываться не стоит, но климат будет другим. В мировом сообществе есть ли четкое понимание, и не просто понимание, а видение того, что надо делать, чтобы минимизировать влияние человека? Я думаю, да. Опять-таки, повторюсь, есть межправительственная группа экспертов по изменению климата, очень авторитетная группа. Она включает ведущих климатологов со всего земного шара, из различных институтов исследовательских. И эта группа по изменению климата, каждый свой доклад оценочный, они, конечно же, в рамках каждого оценочного цикла выпускают резюме именно для политиков. Для того, чтобы люди, которые ответственны за принятие решений на глобальном уровне, на уровне каждой страны, были ознакомлены, в принципе, с текущими данными об изменении климата, самой актуальной информацией. Я думаю, что весь мир уже давно понял, что действительно все меняется, климат меняется, и, конечно же, нужно и адаптироваться, и нужно смягчать последствия изменения климата, и, конечно же, снижать негативное воздействие на окружающую среду. В общем, не помню, кто сказал, но очень слава мне эти понравились белорусы. Берегите ваши леса, они вам еще пригодятся. Это наши самые ценные. Болота, леса, то есть, конечно же, для Беларуси это имеет высокую ценность. Именно сохранение лесного покрова и восстановление болот. Ну, будем все вместе что-то делать для того, чтобы это действительно сохранялось, и нам, нашей стране, было жить комфортно. Да. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Продолжение следует...